мы приехали к моей кумушки они вот здесь живут в такой красоте вообще просто безумная красота я вам сейчас приближу смотрите вот просыпаешься вот у нее дом такой красивый у них вот просыпаешься и видишь море представляете но это мечта вообще вообще очень здесь красиво такая территория птички поют очень классно тут они свекровь ухаживает посмотрите какие красивые у нее тут насаждение цветы вообще вот хорошо свой дом иметь а мы приехали выпить кофейку а сейчас идем моей кумушки в гости у нее здесь такая красота вообще супер посмотрите прям приезжаю и думаю может правда в свой дом переехать она уже там шуршит на кухне варит мне кофеёк моя кумушка сварила мне кофеёк смотрите вот как она меня встречает нарезала фрукты так красиво конфетки сама-то она конечно у меня на посту но мы с ней кофе обязательно это наш ритуал просто если сюда приезжаю без кофе я отсюда не ухожу у них так всегда уютно и душевно вы знаете встречают меня от души вот что значит как сказать вот у нее у них такая интернациональная семья она у меня русская девочка муж у нее армянин но вы представляете да на кавказе армянин это значит всегда какие-то застолья я обожаю к ним приезжать когда у них какой-нибудь день рождения и они отмечают его дома девочки вы вы бы видели я вам как-нибудь обязательно сниму этот стол он просто ломится мои столы отдыхают по сравнению с их столами как-нибудь обязательно мы вам покажем этот стол шашлыками со всей этой вкуснятиной а сейчас мы будем пить кофе и сплетничать ну это как всегда заведено у девочек так что встретимся чуть позже все мы уже дома приехали домой сейчас буду ставить стирку у меня там целая этот целая машинка смотрите купила хочу вот это прям похвалить вот это вот могу похвалить сто процентов буду повторять сто процентов это идет у меня корейский гель для стирки ну как гель это кондиционер вот с ароматом фиалки девчонки но очень классные после использования оставляет легкий аромат то что мне нравится я как бы очень люблю когда у меня белье пахнет я понимаю что некоторые говорят что пахнуть не должно да что там типа не вредно нет это очень приятный аромат оставляет он абсолютно безопасен для окружающей среды по крайней мере заявляет так производитель это кондиционер для белья очень классный вообще очень крутой аромат прям мой купила прям вот такой большой и буду им пользоваться а порошок у меня закончился корейский его больше повторять не буду купила свой любимый девочки персил не знаю я всегда его покупаю и не буду больше ему изменять мне он очень нравится беру его сейчас буду стирать белье у меня здесь куча посуды мы уезжали еще забыла вам похвастаться у меня же наконец-то поставили мы краник который водичка у меня будет уже фильтрованная шестиступенчатый гейзер вот такой подарили мне дядя с колей с ростова привезли все установили короче говоря девчонки я довольна наконец-то я эти баклажки все убрала у меня нету теперь этих баклажек которые мне место только занимают у меня есть такая водичка водичка кстати очень вкусная кто еще не ставил принципе он не такой уж и дорогой да как там какие-то другие и очень мне понравилась вода прям вкусная водичка вот что еще зашла в магазин купила у меня мука закончилась купила вермишель для тёмки он любит такой маленькой вермишелькой мы варим супы молочные купила двадцать восьмого прям будем с детьми вдвоем втроем будем красить яйца купила именно белые яйца и мы решили десяток яиц конечно нужно будет уже именно к паске покрасить так что вот такие вот у меня покупочки так я билл бэрис пришла заказывала себе шорт смотрите какие классные я буду брать их вообще супер цвет огонь так такие шорты они как лен все их покупать девчонки и еще заказывала пиджак сейчас я его померю вам обязательно покажу так вот такой пиджак так смотрите блубордный видите сейчас ну что ребят пришла я уже домой не стала там разговаривать там столько людей было и толком не поснимала вам короче купила я эти шорты девочки это фирма finflare я оставлю ссылку потому что знаю мои девчонки будут спрашивать что за фирма где что обязательно оставлю ссылку это вот эта фирма finflare покупала на валберисе заказ был шорты огонь огненные просто огненные шорты девочки посмотрите какая ткань это у нас я думаю что типа льна что там сейчас я вам даже скажу да это лен лен стоят они три с чем-то но не помню три двести что-то такое но цвет посмотрите вы только цвет посмотрите это просто все лето буду таскать эти шорты мне безумно они понравились очень хорошего качества они во первых стройнят как-то не знаю прям под футболочки просто просто супер так дальше взяла же пиджак который вам показывала взяла хотела давно вот мне хотелось вот знаете как черный строгий пиджак я обязательно сейчас чуть позже примерю вам покажу этот пиджак у себя уже как в какой лук я вижу с этим пиджаком мы сейчас с вами обязательно я все сниму просто сейчас покажу что купили дальше дальше девочки купили у меня давно мальчишки мои просили обувь светящуюся ну вы знаете да вот эти светящиеся башмачки вот купили мы илье илья довольный будет он в садике илюши купили видите тут много цветов меняет тоже купила на валберисе заказала короче мальчишки будут просто безумно счастливы от этих башмачков и принципе качество тоже неплохое это у нас фирма мирсу мурсу наверное вот так мурсу вот такая фирма вот такие красивые тапочки дальше я купила конечно же и теме на тем у этой фирмы размеров нет пришлось купить обычную зебру но я думаю темка тоже будет рад смотрите какие да и темки купили тоже вот такие светящиеся потому что у нас в семье если покупаешь что-то одному то обязательно нужно купить и второму потому что будет бойня вечером так и купила вот такие обычные как сказать это эти как забыла как они называются кеды ну кеды кеды это фирма indigo kids тоже хорошая фирма кстати мне их обувь очень нравится вот такие кеды так ну что мои дорогие как и обещала примерку веду хочу показать вам шорты кстати смотрите у меня какие есть башмачки еще на весну не показывала это я в кеду покупала видите какие под змеиную кожу прикольные вот эта фирма bitachi мне она очень нравится такая мягенькая хорошая а у меня то еще есть вот такие белые кеду кеду это фирма вот такие кеды давайте я вам покажу как я оделась сейчас жалко у меня конечно этот зеркало не очень хорошая девчонки но не обессудьте хочется вам показать а такого прям вот знаете нету зеркала во все весь рост к сожалению так сейчас у меня здесь эти штучки лежат уже пора педикюрте делать уже скоро лето но шорты девчонки это просто кайф я давно хотела мечтала таких шортах они обычно знаете цветовая гамма как бы не особо большая а эти прям такой цвет шикарный смотрите вот майка помятая но не стала уже гладить главное показать правильно так вот такие шорты вот такие мои штучки и обычная белая маечка покупала в бенетоне смотрите шорты вообще класс очень довольная прям как танк нашла такие шорты какие хотела а сейчас померю пиджак так и вот такой пиджачок тут надо еще раз породить и штучки такой пиджак он знаете с будет круто смотреться белая футболка голубые джинсы и пиджак и белые кеды очень будет стильно так что вот такие вот шорты такие макосины можно кстати и с этими тоже одеть ну это мы уже там решим можно вот те черные штаны кстати одеть черные штаны красную футболку красные макосины да тоже будет классно с этим пиджачком короче говоря я давно хотела такой пиджак ребят двубортный именно чтобы был он очень очень выигрышно смотрится он должен всегда быть вам бундирование женщины тут еще видите нужно раз ну тут вот ниточка снять и будет уже вообще идеально даже с этими шортами этот пиджак смотрится круто так что вот оля довольна муж сказал бери сегодня с ним ходила из-за этого там особо не снимала здорово но ссылки оставлю вам в описании дорогие мои хотела с вами поболтать чуть-чуточку кстати хотела рассказать вам многие спрашивают почему столы так рано почему паски так рано девчонки ну для вас пеку чтобы вы эти рецепты 28 могли применить правильно если бы я их выложила 29 кому бы они нужны были никому конечно же для вас стараюсь потом был вопрос для кого стол накрыла девчонки ну ко мне приезжали мои дядя с тетей с ростова которые помните вам рассказывали они нам сделали подарок подарили вот этот гейзер они все ну как бы приехали устанавливали как раз я стол накрыла для них принципе накрывала вот с ними сидели не просто тогда там накрыла и все посидели все покушали яйца буду красить 28 но паски уже 28 девчонки не буду печь я настолько устала вот с этой едой у нас увидели да все влоги про еду про еду не хочу муж у меня 28 работает все работают буду только я и дети я пойду куплю вкусную пасочку но яйца мы с вами обязательно покрасим на следующем влоге и все и все никаких больше пиршес я так устала больше ничего не хочу не готовить чуть-чуть отдохну от готовки вот так что вот такие дела а то многим да вопросы задают а ответов нету так что вот так кстати если вопросы у вас есть я уже говорила что есть сообщество можете писать под этим видео обязательно пишите потому что девочки много вопросов пишут ну конечно под разными видео так что мои дорогие для все для вас девчонки илюшка пришел с садика довольны вообще так горит мамочка так нравится да за крутые вообще сейчас еще темки покажем давно хотел илюшка там цветов столько меняется можно разные делать вообще классные смотрите папа сейчас хоккея приедем говорит вечером пойдем на улицу погуляем вообще вот детям да девчонки у нас наши в нашем детстве не было такого такой красоты очень классно я решила приготовить ужин темка здесь мой сидит кушает пьет йогурт и девчонки любят чуть-чуть да он пьет вот такие йогурты любит купила ему сидит пьет так а я что что я купила сегодня капусту завтра буду на пасху голубцы делать а сейчас хочу быстренько ужин приготовить и у меня будут куриный фарш котлетки и баклажан я уже этот и как его кабачок с кабачком решила котлетки быстренько сделать детишкам так они полюбились и они такие мягенькие получаются вообще отличные так у меня здесь куриный фарш кабачок сейчас сюда яичко разобью не яичко а яйцо вот так соль перец и может быть чуть-чуть муки добавлю сейчас посмотрим по ходу дела и обжариваю или муки или можно этой манки но я как-то с манкой не особо люблю мне лучше на на чуть-чуть муки добавлю и пожарю вот можно зеленушки сюда но я видите у меня дети не едят я зелень не кладу а так конечно зелень сюда вообще было бы обалденно вкусно и пюре наверно на гарнир сделаю тёмка он сидит говорит мам пюре илюшка у нас на хоккей с папой а мы с ним вот кашеварим темочка на гарнир что приготовим пюре или макарошки макарошки хочешь ну ладно давай так жарим мы значит котлетки посмотрите уже я выложила их какие они аппетитные получаются не знаю обожаю этот куриный фарш я бы его днями ночами девчонки ела эти котлеты я делаю и можно масло туда на терке потереть знаете сливочное масло можно потереть в этот фарш этот сыр можно кабачок я не знаю мне кажется куриные котлеты ничем не испортишь поставила воду вы слышали да тёмка хочет макароны и достала вот эти макароны борила вот такие видите нашла маленькие есть такие большие до трубочки а это маленький думаю будет интересно такие макароны на гарнир делаю их воду поставила котлетки жарим нарезала салат у нас будет еще огурцы помидоры и зелень кинула надо вытяжку сейчас выключу секундочку это вам плохо слышно так 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 значит котлетки уже видите какие красивые подходят но это уже еще придется ставить в сковородочку вот такой вот такой у нас ужин сегодня будет вкусный правда смотрите какие котлеты мне кажется прям вообще обалденные они знаете вот какие-то они не зажариваются прямо для детишек эти котлеты само то кстати жарю я и знаете на чем сейчас вам покажу купила вот такое оливковое масло смотрите маэстро оливия такое масло на нем жарю так что такое у нас сегодня ужин уже в принципе не буду наверно показывать уже показала да макароны видите вот такие маленькие макарошки классные и знаете я заметила что именно борила она должна готовиться прям состояние аль денте у него должно быть то есть не до такие вот знаете не разваленные тогда они вкусные вот именно с борилой такая история ну а котлетки додел дожарю и все и будем ужинать скоро илюшка придет я еще хочу сегодня покраситься еще надо пойти погулять темка хочет илюшка выгулять свои кроссовки конечно же так что сегодня планов много ребят решила чуть-чуть поухаживать за собой нанесла масочку масочка у меня корейская сейчас покажу и покрасила волосы потому что мне нужно покрасить только корни идти в парикмахерскую и времени и честно говоря жалко мне денег отдавать сколько там 2000 стоит корни покрасить по крайней мере у нас не хочу корни я всегда крашу сама краску купила я обычную без аммиачную конечно она ненадолго хватит но мне нравится эта краска отличная мне нравится в этой краске что нет никакого низу да знаете красишь и нормально а вот эти сами оком это вообще ужас сейчас маску покажу кстати вот такая корейская маска мне очень нравится она очень пропитанная хорошо это маска прям вообще шикарная масочка люблю ее люблю 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 сегодня день пролетел опять туда-сюда туда обратно девчонки хотелось сегодня пойти маникюр уже перекрыть уже от рос опять моя девочка занята не знаю мне так не нравится что вот она всегда занята это она не занята не маникюром а она занята видимо другие у нее какие-то дела и вечному нас не совпадает вот ритм жизни она а другую не могу найти уже к ней привыкла сами знаете так же как и парикмахера вот мне уже 37 лет в сентябре будет я до сих пор не нашла своего парикмахера вот который прям вот от души мне вот он мне прям нравится не знаю девчонки нету такого человека чтобы вот некоторые все девочки в основном многие говорят да это мой парикмахер я настолько к нему привыкла у меня нету такого не знаю не могу я его найти но я веду именно по стрижкам но вот последняя девочка мне понравилось как мне каре подстригла я кстати хочу тоже на днях пойти подстричь чуть-чуть волосы подровнять уже в себя чуть-чуть ну как бы да привести форму каре придать и пойду наверное опять к ней потому что мне в принципе она понравилась но вот а маникюр жду она меня аж на 20 какой на 29 записала аж 29 пойду на маникюр так что вот такие вот дела и сегодня вечером как раз думаю время есть покрашу голову потому что не могу когда вот эти черные волосы лезут на самом деле у меня светло-русый волос ну как светло такой темно-русый даже не светло средний знаете такой свой вот как как вам сказать такой пепельный такой волос красивый девочки как жалею что я покрасилась это вообще это просто настолько быть глупой нужно было чтобы покраситься я покрасилась уже в сознательном возрасте в 20 наверное 3 где-то я с ростова приехала с учебы и пошла думаю хочу быть блондинкой вот покрасила на свою голову и сейчас у меня когда вылезает свой волос да кажется что он у меня черный он мне не пепельный а черный ну видимо на фоне до этого вылазит вот это вот чернь а мне очень не нравится не люблю прям вот эту черню видеть я вообще вот эти сейчас такие даже есть пока окрашивание да вот вниз черный там не знаю не могу не могу не 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 идет или не нравится не знаю мне все кажется что как-то не то на голове вот хотел эмилирование сделать а потом думаю нет пусть волос чуть-чуть отдохну отдохнет сейчас кстати заказала на валберезе столько масок всяких там оказывается тоже продается белорусская косметика вот заказ сделала заказала там себе тени помады короче много чего заказала я думаю что скоро будет у нас с вами распаковочка да заказала буду покупать там маски заказала новый уход какой-то ну такие маски не уход а вот именно да там уголь на еще какая-то маска для волос что-то какой-то скраб по моему заказала ну много чего заказала посмотрим придет так что будем пробовать девчонки много чего новинок каких ну а так в принципе сейчас высушу высушить ничего не буду умоюсь вымою голову посмотрим ну корни у меня всегда в принципе закрашиваются этой краской так что девчонки ну включусь покажу вам как корни закрасились или уже в следующем видео ну посмотрим нет как в следующем видео конечно покажу сейчас помою голову и покажу как эта краска сработала так что включусь чуть позже ну что мои дорогие все уже вымыла голову посмотрите хороший такой цвет мой ну как обычный цвет мой видите ну закрасились все у меня корни мальчишки мои сидят купаются и смеются что мама здесь разговаривает кстати что хотела сказать девочки помните я применяла маску чистая линия девочки меня от нее высыпало представляете лицо высыпало лицо или уж темочка зайка потише высыпало лицо больше я не покупаю чистую линию девчонки у меня кстати не первый раз на чистую линию высыпает лицо да у меня было я покупала какой-то бальзам с косточками чего-то я помню у меня уже давно это было я и перестала его брать и сейчас вот опять видите сделала маску видимо все таки в этой чистой линии какой-то ингредиент который мне совсем не подходит так что чистая линия у меня больше не будет в арсенале моем волосы хорошо закрасились отличный цвет получается ну мой цвет девчонки закрасила просто корни вот а на сегодня все мои дорогие рада что вы со мной что вы меня смотрите нас все больше и больше я так рада этому так что мои девочки подписывайтесь на мой канал оставайтесь со мной дальше у нас много много интересного а на сегодня все пока пока